Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в игру под названием World Reich. И если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков, ну а я пока зачитаю о чём же эта игра. После апокалипсиса уцелело всего три бункера в Африке, на месте каждого из которых появилось государство. Справа от игрока диктатор Василий Пынькин пытается построить авторитарное государство, в то время как слева утопист МакПроска пытается установить космополитизм. Ну, то есть, выше всего человечество, пофиг на государство и так далее, главное человек, давайте объединимся и будем работать вместе на благо человечества. Ну а авторитарный режим, я думаю, вы знаете, что власть одному человеку и так далее. Ну что, начинаем новую игру. Игра имеет повышенную сложность, она бросает вызов твоим политическим знаниям. Любое решение на что-либо влияет. Снизу находятся показатели населения, рейтинг и бюджет. Слева газета, где можно почитать новости и авторские статьи. Посмотреть больше параметров можно в меню по кнопке с глобусом. И да, друзья, вот оно, наше государство. У нас практически нет армии, зато у Пынькина она большая, целых два танка. Но у нас есть вот такой вот солдат, он больше похож на робота, я могу его перемещать. Конкретно здание я лично строить пока не могу. Наверное, это будет происходить постепенно. Мы единственная сверхдержава, которая способна превратить вас в радиоактивный пепел. Ну ты чё меня пугаешь? Я с тобой соглашусь. Будем действовать хитро. Типа, да, да, кричи там, чё-то визжи, а я буду готовить войско и разбомблю тебя. Что интересно скажет Марк Посса, Просса, который находится слева. Запретить остекление балконов, чтобы улучшить облик города. Нет, наверное, не стоит, потому что радиоактивные осадки и всё такое. Ну что, посотрудничаем? Ты ж меня угрожал только что. Чувак похож на Сталина, а со Сталином нужно сотрудничать, да. Опасно, опасно ему говорить нет, так что... Давайте идти в светлое будущее вместе. Марк Посса похож на Жака Фреско. Не находите, друзья? Ну хорошо, да, я согласен. Светлое будущее, это прекрасно. Пойдём вместе. Что у нас тут есть? Бизнес, партии, пока ничего. Опа, новый день, новые налоги. Новых жителей 6, бюджет пополнен, расходы 17. Ой, 11. Классно, мы в плюсе. Нам следует построить жилой дом, согласен. Максимальное число жителей увеличено. Да, когда я с чем-то соглашаюсь или от чего-то отказываюсь, тогда и происходят изменения на карте. Экипажу нашего ковчега удалось спастись. Можете ли вы принять нас в своё дивное государство? Капитан Утопаев. Ну, присоединяйся, конечно. Мы всем рады. Чем больше людей, тем больше людей смогут держать в руках автоматы и отдавать отпор Пынькину. Предлагаю вам отведать в дар наших крыс и собак, товарищи империалисты. Это грубо? Чел, мы же с тобой сотрудничаем. Ну, ты грубишь мне. Хотя у нас тут и так проблемы с едой, поэтому... Почему бы и нет? Угу, буду есть. Что у нас на карте? Просто различные характеристики. Дистопия, это получается справа, только почему-то здесь слева. А Утопия слева. Типа, Дистопия это плохо, а Утопия это хорошо. Наверное. Союзов у нас нет. Экономика... Ну, в принципе, у нас среднее государство. Хотя даже по ВВП мы опережаем другие государства. Не считая, конечно, Утопию, которая слева, но почему-то справа. Сатана? А может, повоюем? Сменяя оружие и санкции из ада. Вы забираете территории соседних государств. Я людей к себе в ад. Давай! Только мне воевать нечем, наверное, я подерзил. А мы передвинем войска к Жаку Проско. У него там вроде армии нет. Вы одобряете изменения Конституции для укрепления президентской власти? Так, погоди, погоди. Снова на работу. Да не знаю, но... Я не знаю, как правильно ответить. Наверное, нет все-таки. Такс. Двигаемся налево. Постепенно войска двигаем. Хотя, наверное, стоило бы держать войска возле границы с Пынькиным. Что в газете пишут? Утопический театр сатиры. Сортира сообщил о начале постановки спектакля Сократись, Сократик. В рамках конкурса творчества постмодерна. Ночью к северному берегу причалил Ковчег под управлением капитана Утопаева. Экипажу корабля удалось пережить апокалипсис. С новоприбывшими работают психологи. Под видом реформ в дистопии будет модифицирована Конституция. Наши специалисты полагают, что Василий Пынькин хочет узурпировать власть. В новом законе внесены изменения в процесс выбора главы государства. Эдвин Пинроуз прокомментировал инициативу парламента по ведению иностранного языка обязательным для школьников и студентов, аргументируя свою позицию тем, что родной язык гораздо менее логичен, лаконичен и более сложен для обучения. Сава Лурие обратился к правительству с инициативой улучшения дворов и городской среды за счет налогоплательщиков. Он заявил, что потребуется создание волонтерской организации. Данный вопрос вынесен на обсуждение в парламенте. Ну, дофига новостей. Ангел. Мне удалось вернуть из рая несколько человек. Рай не резиновый, как говорится. Ну, спасибо. Халявное население, это здорово. Здесь у нас просто показывается направление, куда движется государство, и мы сейчас движемся в сторону авторитаризма. Наверное, это не очень хорошо. Ну, ладно. Транслейшн эрор. Ужас какой-то. Ну, окей. Угу. Наверное, я что-то сделал плохое. На территории дистопии проводятся военные учения. Очевидцы сообщили о попадании танкового снаряда в жилые дома в районе Женуров. Печально. В городе должно быть больше растительности. Согласен. У нас тут мир после апокалипсиса. Мы должны возрождать природу. О, это было много денег. Да, у нас появилась пальма. Денег мы заплатили дофига. Я не думал. Ну да, там было показано. Но я думал, это другое. Ладно. Все равно бюджет пополняется. 23 рубля. Расходы 13. Нужно налоги как-то повысить. И жителей умирает что-то в последнее время много. Экономика. Я не могу повысить налоги вручную. Это, наверное, нужно ответить на какой-то вопрос. И тогда скажут, Саня, ты хочешь налоги увеличить? Скажут, да, хочу на самые низкие налоги в мире. Можно еще на пару процентов поднять. И они при этом все равно будут оставаться самыми низкими. Вы можете прокомментировать результаты исследований ученых Мака Проско? Нет, потому что я не знаю, что он там исследует. Прости. Известный урбанист считает, что микрорайонная застройка ведет к невозможности развития малого бизнеса в жилых районах. Отсутствие мест для работы и досуга. Агрессивной городской среде. Приведет ли это к массовому переселению в малоэтажное жилье? Не знаю, вряд ли. Оно стоит дорого. Малоэтажное жилье, оно классное, но, блин, дорогое. А если новый дом строить, то это вообще баста. Ну, то есть очень дорого прям. Можно купить, конечно, какой-нибудь старинный деревянный дом, которому уже 50-60 лет. И стоит он будет как квартира новая. Так что, ну нафиг. Если это брать в городе, да? В городской линии. Такс. Что за новости у нас дальше? Завтра в 8.30 утра. На площади свободы начнутся дебаты Ангела. Мифологический герой, спустившийся на землю с облака, чтобы навести порядок после апокалипсиса. И Эдвина Пенроуза, известного эволюционного биолога. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Окей, я бы на эти дебаты посмотрел. Дебаты Ангела с ученым. Ну че, как убрать? Да, вот так. Да, уберись. Это было бы забавное зрелище. Так, а если на здание нажать, что мы можем сделать? Снести, но сносить-то мы не будем. Здесь характеристики. Здесь у нас регион. Ну, ясно. Я был приглашен на исследование 5G на Международный научный форум. Это Эдвин Пенроуз. Наверное, он подданный нашего государства, потому что обращается ко мне. Ну, окей, это здорово. Будем развивать технологии, они нужны. 5G, чтобы облучать людей. Потом будем их чипировать, потом будем управлять, сделаем из них рабов. Все как в мире. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что за жесть? Кто-то что-то верит. Если мы легализуем проституцию, доходы вырастут. Но это негативно скажется на рождаемости. Нам нужны доходы, к сожалению. Нужны. Чтобы противостоять другим странам, нам нужны доходы. В дистопии похоронили не того партийного деятеля. Местные журналисты сообщают, что никто не подал виду, будто что-то не так. Закройте колодец им Рампи, чтобы восстановить водный баланс. А, имени Рампи. А зачем? Вода-то нам нужна, не братан, извини, я откажусь. А что будут пить мои люди? Да, у нас тут есть целый кусок, но я не знаю, это вообще море, или это озеро, или это река. По карте непонятно вообще, в какой части Африки мы находимся. Новых жителей. Да блин, у меня шесть человек умирает каждый день. Предлагаю заключить контракт на оправку умерших на этой неделе в рай. А я что с этого получу? Придется платить тебе? Пипец, я заплатил деньги. А там не было написано, что я заплачу. А нафига мне это нужно? Отправлять людей в рай за свой счет? Не совсем понимаю. Соседние государства разбиваются, а я что? У них тут вон классные дома. Все у них здорово. В городе должно быть больше... Нет, иди нафиг, у меня нет денег на растительность. Сегодня прошло первое заседание по делу о суде над коммунизмом. У меня деловое предложение. Я отправляю несколько человек к нам в ад. За что ваш бюджет пополнится на некоторую сумму? Да. Блин, несколько. Половину населения страны забрал в ад. А что, правда похож на... Я что, правда похож на плюшевого медведя? Не, не похож. Ты слишком... Злобно выглядишь, нет. Не похож ты на плюшевого медведя. Вы одобряете травлю мигрантов? Новых жителей три. Да нет, мы с вами приняли мигрантов. И к нам на ковчеге приплыли уцелевшие люди. Поэтому нет, не одобряю. Конечно, нет. Я тоже считаю, что было бы здорово, если бы вообще в мире не было бы границ. И чтобы каждый мог делать то, что он хочет. Ездить туда, куда он хочет. И это же сильно бы упростило жизнь. Мне пришлось бы тратить ресурсы на войну бесполезную. Объединились все, я уже об этом говорил. Это же здорово. Да, это сложно реализуемо, но это возможно в теории. За заслуги перед отечеством Василием Пынькиным были награждены чиновники. Берг, Брек, Брик, Брук, Бурк, Герб, Граб, Гриб, Горб, Гроб и Груп. Напоминаем, что на прошлой церемонии вознаграждения Григорий Гриб, пожелавший главному правителю приятного аппетита, был назначен его личным поваром, а Павел Гроб медиком. Маг Проско, постоянно выражающий обеспокоенность тем, что глобальное потепление приведет к выходу Северного моря из берегов. Купил себе дом на его берегу. Исследование механизмов роботов цивилизации прошлого положит начало созданию армии. Да, нам нужна армия, потому что у нас пока самая слабая армия в регионе. Хотелось бы ее улучшить. Для защиты авторитарного пришивого соседа нам нужна армия. Для ее основания требуется ваше разрешение и деньги. Да. Мы уйдем в небольшой... Небольшой минус. У меня оказывается... Ну, ладно, зато у нас будет армия. Мы поставили красную кнопку. Семинар посещен не зря. Если мы поднимем подоходный налог, увеличится доход в бюджет, но население будет нещать. Да, нам нужен подоходный налог. Сейчас нужен. У нас бюджет минусовой. Мы помогали людям, высаживали деревья. Мы что только не делали. Оплатили их поездку в рай. Вообще-то. Пускай теперь платят налоги. Экономика на грани краха. Нужно принять меры, иначе государство ждет дефолт. Приступим к денежной... Да, да, давай. Мне нужны деньги. Все. Выпустили немного денег. Бюджет пополнился. Гражданин Дмитрий Песенков, пытавшийся пересечь границу из соседнего государства в Камтюме, Медведя, был убит пограничниками Пынькина. Довольно грубо и жестко. Ну, мы в сторону левую все-таки движемся. Левый авторитаризм. Это плохо, наверное. Я, честно говоря, не сильно разбираюсь в политических строях. Звучать еще это? Красная кнопка? У нас есть красная кнопка. А если нажать? Так, ну красная кнопка, наверное, что-то плохое сделает. А она уничтожит мир или нет? Вот не знаю, уничтожит ли красная кнопка мир. Так, а если отправить робота вниз, попытаться исследовать локацию? Вот тут. Снизу. Производители продуктов питания закупают дешевое масло, импортируемое из дистопии. Ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы люди были сыты, а остальное это так, мелочи. Мелочи жизни, политической борьбы и так далее. Главное, чтобы люди были довольны в нашей стране. И платили налоги, потому что когда люди довольны, они эффективно работают и хорошо зарабатывают, а значит и налогов больше. За людьми... Людям нужно угождать. Государство действительно должно заботиться о людях. Чем больше государство заботится о людях, тем люди больше дают государству. Все взаимосвязанное. Вы одобряете назначение Екатерины Етаратас на должность налогового инспектора? Блин, да я не знаю, кто она даже. Ну, допустим, да. Я не знаю просто, кто она. В течение утра децентрализованная анонимная группировка атаковала государственные сайты и государственную сеть. Стрельцов сообщил, что ведется расследование данного инцидента. Да пошел ты в Савалурье. У нас есть уже два дерева. И четыре дерева, и куст. Ни херена... А сколько тебе надо еще? У меня деловое предложение. Я отправляю к вам несколько... Отправляю несколько человек к нам в ад, за что ваш бюджет нет. Мне, подожди, нет. У меня и так маленькое население нифига не растет. А ты еще хочешь и хват забрать. А деньги тратить некуда. У нас вон... Прирост меньше... И меньше. И бюджет пополняется на четыре монеты, блин, в день. Хакеры пытаются взломать наши сервера. Мы должны улучшить их защиту, иначе... Ваш рейтинг может упасть. У меня он и так ниже некуда. Ну, давайте. Для защиты сайта на него была добавлена капча. Отлично. Это стоило половину бюджета страны. Класс. Исследование показало, зарядка полезна для здоровья. Ага. Организации, спонсируемой из Государственного Департамента Утопии, было внесено в правительство предложение о реформации языка. В частности, реформаторы опираются на собственный словарь, выпущенный при поддержке общества прогрессивной молодежи. Они предлагают избавиться от слов, которыми можно показать неравенство людей, называя это консерватизмом или, согласно словарю, старомыслием, художник заменяется артистом. Каша называется пориджем. Чё? Я люблю кашу, я не хочу не есть никакой поридж. Насыпьте мне гречневой каши с котлетками. Какой поридж? Ну, ладно, рисовая вкуснее даже. Мне рисовой бы каши. Классно, а еще маночки бы. Тур по дистопии. Заместитель главы дистопии Нурис Рынин и Урис Рынин, ну именно, приглашает граждан государства в тур Омск-Томк-Бомск, где обещает показать известный пейзаж с облаком, озерой и башней. Сообщается, что 70% от стоимости путевки оплатит правительство дистопии. Ну чё, это, наверное, хорошо для них. А для нас какая разница? Бизнеса у нас даже еще нет. Партии. Партия среднего чело Игорь Калаецкий Либерте. Одна партия. Ну прикольно, у нас в стране одна партия. Государство, площадь 56, милитаризм 0, рейтинг 32. Пипец, рейтинг оппозиции 15. В дистопии вообще оппозиции нет. Зато у нас с ними сотрудничество общества, населения. Ну в дистопии больше всего. Месть свободно у нас много, преступность везде одинаковая. Политика, рейтинг оппозиции, общество, экономика. Налог. Почему у утопии 63% налога, а у нас 21? Я не могу его поднять вручную. Не могу. Пока не отвечу на вопрос. 21% это мизерный налог. Это считай не налог даже вовсе. В дистопии был принят закон о признании физических лиц иностранными агентами. Инагентами уже признаны некоторые международные организации. Сергей Мамонтов считает, что это негативно скажется на экономике государства. Ну, наверное, да. Нам нужны деньги, неважно, кто платит налоги. Главное, чтобы платили налоги. Ну, хорошо, будем ждать дальнейшего развития событий. О чем у меня робот не ходит? Отправляем его вниз. Может, в конце я даже психаную нажму на красную кнопку. Посмотрим, к чему это приведет. Второй апокалипсис. Запрет Сомы. В парламенте было принято окончательное решение по запрету Сомы, психотерического вещества, представленного учеными из утопии. Одобряю, ой, осуждаю, осуждаю, гадость, гадость, мерзость. Никогда, никогда в нашем государстве не будет такой гадости. Никогда. У нас хорошие, здоровые ребятки живут. От мала до велика. Узаконьте рыбалку и инвестируйте. Я буду ловить рыбу и продавать на экспорт в другие страны. Да, это хорошая идея, братан. Отлично. Вот, чувак берется за бизнес. Капитан Утопаев продает рыбу и приглашает покупателей, предлагая заманчивую скидку. Новый гимн дистопии. Ну-ка, распростись с пустотой тревогой, палку толстую возьми и шагай большой дорогой вместе с добрыми людьми. По холмам страны родимой вместе с добрыми людьми, без тревоги нелюдимой, без сомнений, черт возьми, километры за километром мира до и до реми, вместе с солнцем, вместе с ветром, вместе с добрыми людьми. Казна пуста. Вы не смогли справиться с управлением государством. Сатана позаботился о том, чтобы мы попали в ад. Ну, я думал, мне снова предложат какие-то антикризисные меры. Типа, знаете, как это было в начале, мы поднимем налоги и все такое. Да. Ладно. А красную кнопку я так и не нажал. Окей, больше не буду тратить деньги на деревья. У нас все, есть четыре дерева, этого более чем достаточно. Посмотрим, что будет происходить дальше. Не, ну это никуда не годится. Вообще никуда не годится. Были президентом всего лишь восемь дней. Не густо, конечно, не густо. Вам следует уничтожить отопительную систему. Пошел вон, никакого уничтожения отопительной системы. Я ж замерзну без батареи. Да, будем деловыми партнерами. Они мне ничего плохого не сделали, поэтому будем сотрудничать. На личной встрече президент подписал договор о сотрудничестве и содействии с диктатором Василием Пынькиным. Нет, никакой растительности. У нас не хватает на это денег. Мы должны открывать бизнес и повышать налоги. Да, предлагаю... Да, крыс, да-да-да, я буду кушать твоих крыс. Во! Прирост три человека. Бюджет пополнен на 15. Сегодня прошло первое заседание по делу о суде над коммунизмом. Мы хотим купить немножко вашего лесочка. Вы будете вознаграждены по высшей мере. Ну, я не знаю, стоит оно продавать, не продавать? Давай! Он одно дерево у меня забрал. Так, дерево стоит дороже, чем я его продал. Ай. Да, я хочу, чтобы все были бы люди счастливы. Но у меня украли целое дерево всего лишь за 10 рублей. Это дорого. Давай к нам. А, в государстве началась эпидемия гриппа. плохо. Нет. Хотя, может быть, тогда бы настроение у людей поднялось без остекленных балконов. Я сильно сомневаюсь, но мало ли. Дайте мне детей, что жестко убили кота. Они нарушили 10 правило сатанизма. Да, 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 котов обижать нельзя. Ни за что нельзя обижать кота. А где деньги? Вы можете прокомментировать заявление оппозиции о неэффективном расходовании бюджета. Я ничего не купил еще даже. Пошла вон. Производители продуктов питания закупают дешевое масло. Ага. Если мы легализуем, да, 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 дополнительные доходы. Конечно. В прошлый раз мы проиграли из-за отсутствия доходов. В этот раз постараемся не допустить той же ошибки. Я надеюсь. Закройте колодец. Нет. Никакого закрытия колодца. Я даже не знаю, зачем ты вообще мне это предлагаешь. Честно говоря, робот мой не ходит опять. Здание правительства выглядит слишком богато. Это оскорбляет бедных. Нужно изъять излишки и построить что-то попроще. Да, почему нет? Пускай будет нормальное здание правительства. За заслугу перед отечеством. А, ну это мы читали уже. Верг, Бург, Борг, Мирг, Мург, Фург. Вот это вот все. Такие дела. Ну хорошо, дальше что? Да и это здание, которое мы построили, выглядит более современным, что ли. Нужно провести исследование на способность роботов автономно сражаться. Да, только давай ты нормальное исследование проведешь, а не как в прошлый раз про зарядку. Да. Я хочу, чтобы проводились исследования военные. Предлагаю заключить контракт. Нет. Меня все равно в ад заберут. Зачем делать добрые дела, если ты все равно попадешь в ад? Так. Вам поставили красную кнопку. Вам нравится моя новая прическа? Да. Ну давайте ради интереса бабахнем на эту кнопку. Вы единственный человек, который остался на земле без возможности продолжить человеческий род. Эта кнопка нужна была для шантажа. Ну, я теперь узнал, что это действительно была красная кнопка, которая запускает ядерную ракету или сбрасывает ядерную бомбу. Ну что ж, прикольная игра, однако, прикольная, но с первого раза понять все ее тонкости не выйдет. Надеюсь, вам понравилось, друзья. До новых встреч, удачи, пока, счастья вам!